Мошенники не перестают удивлять, с каждым разом придумывая все новые уловки. На этот раз это акция мессенджеров. Как мошенники выманивают деньги у россиян в социальных сетях, выясняла наш корреспондент. Новая уловка мошенников. Акция мессенджеров. Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет 1 миллион долларов. Так рассказали в Сбербанке о новом виде мошенничества. Довольно часто люди попадаются на уловки мошенников. Но это и не закончится, говорит эксперт Казанского университета. Расскажем подробнее, как происходит мошенническая деятельность конкретно в мессенджерах. Участники конкурса могут выбрать любой мессенджер, а сайт выдает сумму в размере от 5 до 10 тысяч долларов. Далее жертва переходит в чат с неким администратором, где бот сообщает, что человек якобы попал в топ 100 пользователей соцсети и может получить еще 5 денежных призов. Итоговая сумма выигрыша составляет несколько тысяч долларов. Переводы в валюте у нас в России с чем запрещены. Я не сообщаю, что вы якобы выиграли средства в валюте. Соответственно, чтобы перевезти их в рубли, нужно заплатить определенную комиссию, а заодно еще показать ваши данные, ваших карт и так далее, для того, чтобы снять с них, на самом деле, еще больше средств. Эксперт Казанского университета рассказал о том, по какой технологии работают мошенники со своими жертвами. Некогда задуматься, некогда с кем-то посовещаться, нужно принять решение и сейчас. А тут нарячить приз. Зачастую все мы испытываем последность в деньгах, поэтому сразу готовы схватить за наживку. Павел Устин утверждает, что задача мошенника – внести в трансовое состояние человека. Если вам обещают получить что-то взамен, при этом ничего не делая, в этом прослеживается однозначно что-то нечистое. И стоит помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. В таком случае эксперты советуют включить критическое мышление, дать себе время на размышления, а не принимать решения сразу, либо же посоветоваться с кем-то из близких. Джимни Баева, Универньюз.